Уважаемые господа, во-первых, хочу поблагодарить, что все сегодня пришли, и хочу начать наш брифинг. В связи с огромным потоком противоречивой информации, а также невероятных слухов, циркулирующих в последние месяцы в прессе, связанных с моим именем и зачастую распространяемыми с злым умыслом различными персонами, я оказался вынужден выступить перед вами, уважаемые журналисты, с заявлением и привести некоторые факты, которые бы прояснили создавшуюся ситуацию и пролили свет на истинное положение дел. Также, не скрою, я хочу дать ответ тем индивидуумам, которые решили, что могут абсолютно безосновательно и безнаказанно полоскать мое имя, как грязное белье, а главное, вредить бизнесу, которым я управляю. Немножко о причине моего выступления. Итак, события, связанные с Банкой деэкономии, а также с двумя другими банками молдавскими, вызвали огромный резонанс в обществе и прессе. Слухи о кражах и хищениях и каких-то невероятных преступлениях множились и наслаивались в последние месяцы. В том числе с подачи различных политиков и даже депутатов парламента. Как вам известно, я занимал должность председателя Совета Банка деэкономии с апреля 2014 года и по 28 ноября того же года, когда неожиданным, брутальным, жестким решением Высшесудебная палата о признании недействительной дополнительной эмиссии акций от августа 2013 года, лишив одного из крупнейших акционеров, повторюсь, одного из крупнейших акционеров, его законного пакета акций, вернув банк в собственность государству. Сразу за этим в БЕМе была введена администрация Национального банка. А действующий совет, представителем которого я являлся, был лишен всех своих полномочий. И немножко хочу рассказать, что было и что мы сделали. За те 7 месяцев, в течение которых я руководил Банкой деэкономии, мы создали стратегию развития этого системообразующего финансового учреждения, я повторюсь, системообразующего. И даже успели реализовать часть поставленных задач, чтобы реанимировать банк, который, я хочу подчеркнуть, имел огромный багаж проблем, который тянется еще в 90-х годов. Хочу напомнить, что на август 2013 года у БЕМ был обнаружен огромный пакет практически безвозвратных кредитов, кстати, о котором все забыли. Этот тяжелый для банка груз стал, кстати говоря, одним из важнейших мотивов сначала в рекомендации специальной следственной комиссии, которую мы вам предоставим в 2013 году, которая была, а затем в решение принятого при СНВМ объявить дополнительную эмиссию акций и поиска инвесторов для спасения банка от катастрофы. Одним из условий приобретения пакета акций по дополнительной эмиссии, поставленных государством, был выкуп части этих плохих кредитов. Среди этих акционеров, кстати говоря, была и одна из моих компаний на тот момент. В частности, согласно условиям, было выкуплено проблемных кредитов на 300 миллионов лей. Также новыми акционерами был выдан субординированный займ в размере 50 миллионов долларов БЕМу. Не говоря уже о самой стоимости эмиссии в размере 80 миллионов лей. Новые акционеры полностью выполнили все обязательства по соглашению в указанные сроки, которые взяли на себя. В апреле 2014 года, когда я стал председателем Совета БЕМа, почти половина, 48%, повторюсь, от общего кредитного портфеля составляли безвозвратные кредиты. Это кредиты, либо лишенные залога, либо кредиты, которые компании объявили себя банкротами. Когда мы ознакомились с этим досье, у нас был шок. Миллионы евро были разданы налево и направо под несуществующие залоги и гарантии. Чтобы я не был голословен, я хотел бы вам привести пару таких кредитов. Приведу лишь несколько примеров. И даже покажу вам несколько фотографий. Четыре фирмы – Алид, Силанта, Фергус, Тибинт – все с РЛЕ. Берут примерно в один период кредиты на общую сумму в более 8 миллионов евро. Знаете, что было положено в залог в всех этих случаях? Три маленькие квартиры. И, как выяснилось позже, несуществующий товар – косметика, гели, шампуни, компьютеры, которые даже не были завезены в страну. И эту информацию наши юристы выяснили, дав запрос в таможенную службу. Я обещал фото. Вот, например, под залог этого полуразрушенного здания, табачной фабрики. Да, мы его видим на экране. В фолештах. Повторюсь, в фолештах. И еще какого-то мелкого имущества был бы дан кредит в 4 миллиона евро. А вот под этот овраг, оценочная стоимость которого составляет 80 тысяч евро, кто-то получил кредит на 1,25 миллионов евро. Миллион 250 тысяч евро. Это лишь мелкие примеры, которые я вам сейчас привел. Знаете, что произошло с этими фирмами в итоге? Они объявили себя банкротом. И, естественно, банку деньги не вернули. Это лишь малая доля из огромного списка. Здесь стоит напомнить, что по большому количеству таких кредитов были заведены уголовные дела. Поэтому, когда я начал слышать выступления таких лиц, как господин Негруц и, в первую очередь, и господин Янице, какие-то схемы в рисунках, ярких цветах, которые я сам могу рисовать, их позовок на ведение порядка и к возвращению банка государства, это вызвало, мягко говоря, неудоумение. А, если честно, наводят на некоторые подозрения. Это призывы людей, которые во время раздачи, в одной из времен раздачи БЕМа упомянутых уже кредитов, занимали пост министра финансов, к примеру, господин Негруц, который был прямую ответственен за банк, так как акции БЕМа, как всем известно, принадлежат государству в лице Министерства финансов. И господин Негруц в этот момент управлял непосредственно БЕМом. А другой был просто председателем комиссии по финансовому рынку. Спрашивается, как они могли быть не в курсе всех этих операций в БЕМе и не являются ли провокационными, повторюсь, провокационными их высказывания, попыткой переложить проблему с больной головы на здоровую. А другими словами, переложить ответственность за прошлые махинации на новых управляющих и нашу, и ихнюю личную ответственность за это. То есть, вся дыра, которая была обнаружена, была обнаружена именно в 2013 году, когда господин Негруц был министром финансов. И сегодня этот человек пытается нас в чем-то обвинить. Эта дыра была причиной эмиссии банка. Эмиссии в банке. Итак, придя к руководству БЕМа, мы взялись реанимировать банк, в котором 47, еще раз повторю, 47% банковского портфеля кредитов были безвозвратными. Подчеркну, этот факт, кстати, констатировала комиссия, парламентская комиссия, которая была. Подчеркну, что к дате прерывания моего мандата 28 ноября 2014 года, этот процент мы сумели сократить до 20%. За счет беспрерывной работы, которую мы четко осуществляли вместе с юридической службой, вместе с службами другими банка. И это нам удалось. Люди, имеющие хоть небольшое финансовое образование, знают, насколько это важно для банка и о чем говорят эти показатели. Более того, важным пунктом нашей стратегии развития БЕМа была его модернизация. Нам досталось отставшее, устаревшее по всем понятиям финансовое учреждение. Отстало я настолько, что его было трудно сравнить даже с местными банками, не говоря уже о развитых странах. К примеру, старая операционная система IT-оборудования позавчерашнего дня, старые банкоматы, да и тех катастрофически мало даже в Кишневе, не говоря уже о стране. Я думаю, что вы это видите. Когда все банки в Молдове уже третий год выпускали карточки с чипом, БЕМ все еще работал со старыми картами на магнитной ленте. И при том, что БЕМ – крупнейший банк в стране и по количеству клиентов, и по количеству представительств. Но главное, по количеству сотрудников, в этом банке работает 2100 человек. У сотрудников банка я хочу сказать отдельно. Я лично считаю, что эти люди – это главный капитал любого предприятия. Так вот, за период моего руководства, несмотря на сложную ситуацию банка, нам не только удалось сохранить всех сотрудников до единого, но и создать дополнительные рабочие места. Более того, мы предприняли усилия для того, чтобы улучшить оплату труда наших сотрудников до единого. Я хочу сказать этот момент очень простой фразой. Дело в том, что в условиях, когда принимается банк с такой историей, обычно новые акционеры сокращают сотрудников для того, чтобы уменьшить затраты. Мы, понимая всю нашу социальную ответственность, которую мы приняли на себя, этого не сделали. Да, признаюсь, мы многого не успели сделать. Уже в декабре 2014 года мы должны были обновить техоборудование и операционную систему наполовину. Были заказаны компьютеры и другая вычислительная техника. Новые банкоматы уже были привезены и сейчас пылятся на складах. Мы не успели их установить, потому что все разом закончилось в один день, 27 ноября 2014 года. Лишение всех полномочий и ведение спецуправления Национального банка все заморозило. Технику вернули назад, потому что были приостановлены и заморожены все выплаты. Многие спрашивают, что сделают новые акционеры, лишенные в начале своего законного пакета акций в судебном решении. Я вам отвечу, никто не собирается оставлять все так и никто не сидит сложа руки. Все это время проводится тщательный анализ, а главное с юридической точки зрения. И в скором времени инвестор обратится в судебные инстанции с требованиями восстановить справедливость своих законных прав. Такое решение суда было беспрецедентно в Молдове. И на сегодняшний день нет четкой юридической ясности, как его реализовывать. А самое главное, как его оспаривать. Вы знаете, скажу вам немножко о грустном. С начала декабря начала циркулировать информация о невероятных денежных суммах и даже хищениях в БЕМе. И здесь необходимо внести предельную ясность, поскольку многие факты являются откровенной ложью. 90% выданных кредитов в период моего руководства в БЕМе были возвращены. А 10% сегодня являются прибыльными для банка. И работают, и являются той, скажем так, одной из системообразующих части, за счет которых банк получает прибыль. Что касается расследования, начатого по этой теме, хочу подчеркнуть, что я уже говорил об этом, и еще раз повторю, что мы с готовностью предоставляем всю информацию следственным структурам. Почему? Мы более чем кто-либо заинтересованы в этом скорейшем выяснении ситуации и будем всячески содействовать этому процессу. Так как мы четко понимаем, что никаких нарушений во время своего управления банком мы не сделали. Теперь немножко о межбанковских размещениях. Еще циркулирую спекуляции по поводу межбанковских размещений, сделанных в ноябре 2014 года. Звучат даже голоса, в том числе и некоторых политиков, называющих эти размещения схемами вывода денег. Эти голоса очень хотят всем внушить эту идею и посеять большую панику. Так вот, я отвечу. Это абсолютный нормальный процесс функционирования банка, который называется межбанковские размещения. Любое финансовое учреждение проводит такие операции. И сегодня, что такое банк? Это структура, с одной стороны, собирающая деньги под проценты, с другой стороны, это отдающая деньги под проценты. На разницу этих процентов и живет банк. В этом диапазоне процентов, как я уже сказал, и существуют банки. Если говорить очень примитивно, я объяснял, чтобы понял любой гражданин нашей страны. Также банки размещают свои деньги в других финансовых структурах в виде депозита, кредита, чтобы получать проценты. В том числе и зарубежных. Это называется межбанковскими депозитными размещениями. То есть межбанковское депозитное размещение – это своего рода кредит. Просто не конкретному юридуцу или физлицу, банку. Объясню, почему мы делали эти размещения. БМ разместил в одном из молдавских банков, банка Сачалу, сумму денег. Примерно порядка 10 миллиардов лев в ноябре. Именно из-за этой суммы был большой сырбор. Спекрулировало, что это невероятная сумма, и такого не было в статистике банков в последнее время. Да, сумма была больше обычного. Но это все единственное, что ее выделяет из общего ряда размещений. Я вам объясню, почему она была таковой. Ранее Международная финансовая организация – это Международный валютный фонд, Всемирный банк, а также Национальный банк Республики Молдова – настоятельно рекомендовали всем нашим банкам ограничить размещение в иностранных банках, особенно в российских. Причиной были нестабильные ситуации в регионе, на Украине и другое. Учитывая эти настоятельные рекомендации, БМ был вынужден перенаправить размещение. Но поскольку найти в столь короткий срок кредита заемщиков на такую сумму было сложно, мы приняли решение сделать размещение на Молдавском банковском рынке. Я хочу объяснить. Дело в том, что когда мы забрали эти деньги, нам надо было их срочно куда-то перенаправить, чтобы возможно было получать процент. Так как каждый день БМ платит огромную сумму денег процентов вкладчикам. Обратитесь к любому сведущему финансовому эксперту для полной объективности, желательно из-за рубежа, чтобы не было спекуляций. И он вам подтвердит, что такое решение было более чем логично. Мы выбрали размещение банка Сычала, у которого на тот момент была хорошая история. Это было крепкое, стабильное, надежное финансовое учреждение на протяжении более чем 20 лет. Более того, я хочу сказать, что до момента ввода Назбанком в временной администрации, это финансовое учреждение было более чем функциональным. Теперь немножко о банке Сычала. Я уже на протяжении многих лет являюсь одним из крупных клиентов этого банка и хорошо знаком с его деятельностью, поэтому могу уверенно высказаться на его счет. Безусловно, меня и сегодня интересует судьба банка Сычала. Я изучаю внимательно представленные общественности и прессе документы и хочу сказать, что считаю сделку по продаже пакета кредитов эффективной меры, осуществленную на пользу банка. Банк продал кредиты, часть своего кредитного портфеля. Более того, по достоверной мне информации, которую располагаю по этой сделке, был оплачен аванс. И на сегодняшний день не был нарушен ни один из пунктов договора по продаже этого пакета кредитов. Что это означает? Что на сегодняшний день все спекуляции на эту тему являются исключительно спекуляцией. Теперь наше любимое многословное слово – дыра. Также много спекуляций сейчас делаются на тему так называемой дыры, образовавшейся в банке. На этот счет отвечу кратко и предельно ясно. Эта так называемая дыра в реальности является разницей между погашенными кредитами, стоимостью активов, то есть зданий и денег, имеющихся на счету, и выплаченным деньгам вкладчикам. А так как сроки погашения кредита по многим контрактам истекают лишь через несколько лет, то все разговоры по поводу этой самой дыры – не что иное, как спекуляция. Давайте я вам попытаюсь объяснить. Я уже говорил, что банк – это организация, которая берет деньги у вкладчиков и раздает их дебиторам своим. Соответственно, дыра – это разница между тем, что нам вернут деньги от погашенных кредитов и между тем, что мы сможем отдать вкладчикам. Вот это называется дыра. Сегодня называть эту дыру нереально, поэтому все остальное – это чистая спекуляция. В чем проблема? Учитывая все уже сказанное, вы можете задать логичный вопрос. Откуда тогда возникнет проблема и почему Национальный банк Республики Молдова увидел необходимость выделения кредитов банков? Объясню. Потому что если сказать до этого момента, наверное, вы скажете, ну вы так складно говорите, но есть же проблема, в чем она? И проблема немаленькая. Да, есть и немаленькая. И объяснено в чем. Проблема была провоцирована в октябре 2014 года. В разгар предвыборной кампании. Тогда ряд политических формирований начал спекулировать на тему наличия и отсутствия денег в банках. Некоторые даже откровенно, нагло, безответственно и не имея никаких на то оснований, призывали народ бежать в банк и забирать свои вложения. А то будет поздно. В европейских странах это называется экономической диверсией. И во многих других странах это тоже называется экономической диверсией. Конечно же, ни один банк в мире не рассчитан на то, что в один день все его вкладчики прибегут и заберут оттуда все деньги. Повторюсь, ни один банк в мире. А молдавские вкладчики, пережившие за последние годы банкротство ряда местных банков, особенно чувствительны к таким сигналам. Создавшаяся искусственная паника, как я считаю, повлекала за собой необходимость выдачи коммерческим банкам временного кредита со стороны Национального банка. В таком решении Национального регулятора нет ничего противоестественного. В международной практике есть много таких примеров. В 2014 году Национальный банк Украины рефинансировал коммерческие банки на сумму в 2,3 миллиарда гривен. В Болгарии в том же году Национальный банк и правительство поддержали таким образом корпоративный банк. В США в 2008 году в разгар кризиса Министерство финансов дало займы деньги нескольким банкам. Еще раз повторю, такие примеры существуют и в Российской Федерации, и в других западных странах. Проблема в чем? Что это является нормальным, естественным процессом работы. Не надо из этого делать ничего противоестественного. Особенно, когда есть крупные в мире примеры. Исходя из вышеизложенного, я скажу, что ситуация, создавшаяся на финансовом рынке, это не результат факта выдуманного грабежа, а прямое следствие предвыборной работы упомянутых политических формирований. Ну а теперь немножко небылицы про меня. Некоторые из упомянутых выше политиков сейчас придумывают небылицы на разные темы. Недавно на мое имя упомянули о какой-то нереальной дружбе, прямо таки, с каждым из видных молдавских политиков. И про еще более нереальные подарки, которые я им якобы еще преподношу, вплоть до самолетов. Это настолько невероятно, что можно только позавидовать фантазии этих людей. Но теперь о высказывании еще одного молдавского политика. Человека, в первую очередь. А буквально на днях господин Игорь Дудон выложил на своем блоге какие-то документы, якобы проливающие свет на ужасные факты в деятельности Банка Сочала. Мне, честно, прямо стало любопытно, что он такого обнаружил. Оказалось, кое-какое домашнее сочинение. Какого-то якобы бывшего сотрудника банка и еще список, якобы выданных за последние годы моим компаниям кредитов. Здесь я хочу очень четко заявить. Что подтверждаю наличие в прошлом у меня лично и у моих компаний Дюфремол, Эр Классика, Нобил Эр, а также у компаний-партнеров Молл Классика Интернешнл кредитов Банка Сочала. В связи с этим заявляю, что все эти кредиты были погашены нами в срок. На данный момент никаких задолженностей перед Банком у меня не имеется. А вот действия господина Додона, честно говоря, вызывают как минимум удивление, будучи депутатом, более того, членом комиссии по расследованию банковского дела по БЕМу и двум другим банкам, которые, кстати, еще не завершили это расследование. Писать на своем блоге такие тексты и предоставлять какие-то бумаги, при этом признавая, что они не проверены, это как минимум несерьезно, товарищ. Более того, с нашей стороны это может быть расценено как попытка повлиять на ход расследования, а также манипулировать мнением общественности в данном вопросе. Вы знаете, хочу немножко отвлечься от темы нашей пресс-конференции, искать пару слов, но уже на личную тему. Пользуясь, как говорится, случаем и с вашей помощью, уважаемые журналисты, я хочу обратиться к господину Додону. Дорогой Игорь Николаевич, мы ведь с вами хорошо знакомы. Когда мы были очень близки по духу и разделяли одни взгляды, у нас были общие планы на будущее. Это было в начале вашей политической карьеры и вправду в начале. Тогда мы часто встречались, общались, и вы даже обращались ко мне за помощью, которые я без сомнений вам оказывал. Это был период выборов в местные органы власти в 2011 году. Мы были с вами особенно близки. Ведь тогда я даже посодействовал вам во всех вопросах, в том числе финансовых, чтобы вы смогли провести свою предвыборную кампанию. Игорь Николаевич, я убедился, к сожалению, в том, искренне к сожалению, что понятие лично для вас порядочности вам незнакомо. Та ложь, которую вы сейчас распространяете в СМИ, показывает, что вы предаете не только ваших, скажу про себя, близких, знакомых, но даже и ближайших соратников. Уважаемый Игорь Николаевич, мы с вами вместе гуляли и на моей свадьбе, и на моих днях рождениях. И тогда у нас с вами было много общего и близкого. А сегодня вы вещи, которые сами признаете, что являются непроверенными, вы даете как факт. Мне обидно, искренне, по-человечески. И сейчас вы, Игорь Николаевич, как я с удовольствием стал узнавать, прилагаете много усилий, чтобы всячески усложнить мне жизнь и мое пребывание в дорогой мне стране, в которой живут дорогие мне люди, моя семья, мой ребенок и мои близкие друзья. А помимо всего личного, я считаю Россию могучим соседом и крепким партнером Молдовы и люблю эту страну. До сих пор я не хотел выносить это на публику, потому что не в моем характере и не соответствует моим принципам. Особенно, когда речь идет о людях, которых я считал моими близкими по многим соображениям. Но согласитесь, Игорь Николаевич, любой человек, когда ему откровенно пакостят, рано или поздно вынужден ответить. Я надеюсь, Игорь Николаевич, вы не будете отрицать мною сказанное и не вынудите меня пойти дальше. Сейчас я хочу подытожить мою речь. Мне печально слышать, а в некоторых случаях я откровенно возмущен, когда некоторые лица пытаются обвинить меня в деструктивной деятельности. Мои действия как бизнесмена и как гражданина Молдовы всегда были и будут направлены на развитие нашей с вами, друзья, страны. У меня нет недвижимости в других странах и ценностей за границей, кроме дома в Москве, где проживает моя семья и я. По возможности пытаюсь привлечь в Молдову инвесторов и сам постоянно инвестирую именно в нашу экономику. В штате компании, которыми я управляю, работают порядка трех тысяч человек. Наши граждане, кстати, с вами, друзья. Я создаю рабочие места, заботюсь о людях, которые трудятся в моих компаниях, стараюсь обеспечить им достойную оплату труда, а следовательно нормальный образ жизни. Я повторюсь, что для меня это является основоположной частью моей деятельности. А те заявления, кстати, я немножко вернусь назад, это уже так, не по теме, сочинение на свободную тему, те две тысячи сто человек, которых я вам упомянул, которые работают в БЕМе, сегодня своими заявлениями, Игорь Николаевич Додон, господин Дегруца, господин Янице, просто хотят пустить по миру этих людей, этих людей, у которых есть семьи, люди, все остальное. Кроме того, я веду, как вы знаете, активную и социальную благотворительную деятельность. Руковожу и финансирую многие проекты в этом направлении. Я основал благотворительный фонд, который оказал и продолжает оказывать помощь многим людям. Я стараюсь не афишировать это, потому что благотворительность не делается с громкими логиками. Но я лично получаю огромную мотивацию, помогая людям и содействуя улучшению их жизни. На самом деле, если честно, моя вера в Бога, я когда-то об этом говорил давно, сегодня многие об этом забыли, это помогает людям. Более того, это не мои пустые слова, это то, что я пытаюсь доказывать в каждодневной жизни. Для меня, насколько вы знаете, у нас есть фонд, в который ежедневно приходит более 30-40 просьб, которые мы стараемся удовлетворять. Конечно, мы не можем решить все вопросы, но мы стараемся решить максимально, а самое главное тем, кто в этом особенно нуждается. Я ценю многие принципы в жизни. Повторюсь, принципы. Принципы дружбы, принципы умения вспомнить хорошее, принципы умения не делать, прошу прощения за высказывание, недоброго, зла людям. Я уважаю традиции. Я чту праздник 9 мая, и я это доказал в 2013 году, когда сделал праздник на центральной площади Кишинева. Для меня это важно, и мне очень обидно, когда пытаются манипулировать какими-то грязными, неподтвержденными фактами в том, в чем я конкретно и лично считаю себя принципиальным человеком. Уважаемые господа, я искренне хочу поблагодарить вас за то, что вы сегодня пришли, за все слова, которые я сегодня сказал, я готов ответить. И я вас искренне благодарю и хочу сказать хорошего вам дня. Спасибо.